Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот что такое позволительно? Апостол Павел, когда сказал это слово, то у людей уже был большой навык, что позволяется, что не позволяется. Это знают все, поступающие правильно и нарушающие общий порядок. Потому что позволено было человеку воспользоваться даром от Бога, самым страшным, самым сладостным и самым опасным. Это свобода. В свободе человеку подобляется Богу. Человек может избрать право и лево. И Бог постоянно говорит, я предлагаю тебе жизнь и смерть, огонь и воду, благословение и проклятие. Изберите жизнь, чтобы жить. Изберите благословение, чтобы пост не сожалевать. И Павел как раз опирается на этот закон. Все позволительно. И вот этой позволенностью Адам воспользовался совершенно не по назначению. Позволенной женщине слушаться, но не полезно. Позволенной Еве отдельно где-то отойти. Не полезно это было. Мы думаем, что если бы Ева не отошла от Адама, картина была бы совсем другая. Ведь если говорится, что перед Адамом прошли все звери, он дал им имена. Иоанн Затаус говорит, он не просто дал имена, а в этом имени по-еврейски, будем считать, что за тот самый язык, на котором Адам разговаривал, заключалось будущее, характер, повадки, инстинкты именно того зверя. Мы сегодня не обращаем на это внимания. Ну скажи, гусь. Ничего оно нам не говорит. А вот когда скажешь воробей, то понятно. Это воришка, которого надо бить. Стоитительная буква О. Как самолет, что сам летает, так и это. Адам это все знал. Знал. Хватало ему всего, и написано, и не нашлось. Подобного ему не нашлось. А слово нашлось означает искать, надо находить. Значит, Бог видел, что что-то у Адама не хватает. Зачем ему нужна была Ева? Вопрос-то ведь не ставится. Для того, для чего сегодня жена нужна, для этого не нужна была. Они были голые. Не было одежды. Не было одежды, Златоуст говорит, потому что не было беспорядочных движений в теле. Появляются у мужчины, у женщины какие-то движения, которые зримо нужно прикрыть одеждой от вожделения. А тогда этого не было. Как маленькие ребятишки играют, они не видят ноготы друг друга. Посмотрите на животных, которые не прикрыты. Адам, находясь среди зверей, находился в подобном безгрешном состоянии, как и звери. Не нашлось подобного. А вот теперь нашлось. И пошло все в левую сторону. И апостол Павел напоминает, не по порядку, перечисляя грехи, а видимо, которые больше свирепствовали в Римской империи. И говорит, дела плоти известны. Двоеточие. Они перечисляют фактически 10 заповедей. Против каждой заповеди какой-то воюет грех. Если была заповедь не прелюбодействует, значит есть прелюбодеяние и есть чистая жизнь. Если написано не убей, это означает есть убийца. Зачем бы слово не убей-то было? Против того, что в человеке было заложено не убей, не прелюбодействие, дьявол поднял бурю помыслов. Если исчислять все грехи, то это не 6 грехов, не 10, а 666. Потому что святые рассматривают прилог, мысль, воображение. Это все грех. Грех, но пока еще не совершенный. Человек еще только балансирует где-то, подвигается к пропасти. Некоторые проживут жизнь и не знают, что это грех. А я этого не знал. Когда начинаешь говорить. Не знал. А не знал, потому что на молитве спал. Потому что это то самое, о чем написано. И не будете иметь нужду учить, чтобы кто учил. Но каждый будет научен от Бога. Пророки уже говорили. Речь идет не о догматике. Догматики нужно учить. Речь шла о внутреннем настроении Бога, об отношении к греху. Но великое ли дело, мужчина изменил. Ничего особенного-то. Не украл. Как мне говорят, я пришел с фронта. В деревню я один мужик-то. Каждая женщина ко мне подходит. А сейчас смотри, вы, ребята, идут в армию. Какая польза государству. Я никого не украл. Они от меня ничего не требуют, чтобы воспитывал. В общем-то, рассуждение чисто государственного мужа великого. А святые говорят, ничего гнуснее греха, блуда нету на земле. И всех грехов Павел выделяет. Один этот грех. И говорит, всякий грех вне тела. Это за стеной, за оградой. А блудник грешит против собственного тела. Вот и разбирай. Павел, значит, уже дал нам намек. Все позволительно. Но они все полезно. Я посмотреть решил по Писанию. Что нам позволительно. У Марка, мы читаем 19... У Матфея 19.3 Приступившие фарисеи были обуреваемы трудно разрешимым вопросом, который мучается и сегодня батюшки, епископы. Разводы при живых женах венчают еще несколько раз. Если ты один раз венчан, какие у тебя могут быть изменения? Если она изменила, изменила, живи один до смерти. Там не написано, когда жена изменит, можешь жениться. Но когда жена умрет, свободен. Это в Новом Завете. Как это просмотреть можно было? 39 стих 7 главы 1 Коринфянам. И они спрашивали его, позволительно ли по каждой ли причине человеку разводиться. То есть, что причин много, они знали, но некоторые причины они не могли вогнать в этот реестр. А надо было, чтобы по всякой причине. У Киргина там очень просто, у мусульман. Если через стенку он крикнул, через дувал, ты что тут делаешь? Опять меня не слушаешься, сосед услышал. А он услышит, сосед там возит аутилей. Главное, чтобы свидетель был. Свидетель ушами. Три раза, если он прокрещит так, три раза подряд, имеет право развестись с ней. Доходило до того, по-нашему перевести, у еврея после жены, три раза подряд пережарит картошку или пересолит. Имеет право развестись. По всякой причине позволительным. Позволительно. Но разрушение семьи, это разрушение государства. Это окончание нормальной жизни. Ничего дальше не будет. Павел говорит, все позволительно. Вот этой свободой Адам дурно воспользовался. И очень дурно, дурнее некуда, воспользуется последний человек на земле. Когда будут ставить печать. Ты можешь принять, можешь не принять. За руку никто не будет тащить. Ты можешь и на нем сегодня принимать, а можешь и не принимать. Это дар свободы. Вот среди переписи всех даров, которые Бог дал, это дар самый опасный, от которого, кажется, с удовольствием бы отказался. Господи, пусть бы я не мог делать зло. Ты меня веди, и я буду, как вот робот, выполнять то, что требуется. Богу это не угодно. Наемщик, не малейщик. Поговорка какая. Чтобы ты свободно, узнав о Господе, полюбил Его, возлюбил. Бог любит свое подобие. Матфея 22, 17. Оккупированная страна платит дань. Большой или малую выкуп наложит, контрибуции, выплатить обязанных. А потом устанавливается мирное время, и постоянно платят налоги. Для чего и завоевывает страна, чтобы легче было жить. Почему Рим жирел и лопался? Потому что весь мир платил дань. И поэтому люди желают сбросить это ненавистное игорь. Речь-то идет о налогах. Почему бьются красное, белое? Налоги брать. Самое главное налоги. Вот смотря где сейчас что делает, накладывает на нас. Что угодно, бирайте. Разные ЖКХ, за телефон, какую угодно цену за электришество наложат, налоги за землю. Все почему? Власть. В этом власть дурно пользуется этим даром. Даром свободы. Они могут уменьшить, а могут и нет. Это хуже фараоновой власть. Там только пятую часть накладывали налогу. И здесь, говорит, позволительно ли человеку давать податип? Или не позволительно? Господь ей этот вопрос разрешил. В первом вопросе о женитьбе сказал. Разрешается. Только по одной причине. А вот если по этой по одной причине, вопрос-то и отпадает тогда. А вы не должны было быть. Это икана, эта причина, за этим легко следить. А почему? Да потому. Один миллиард мусульман практически. Почему этот грех у них нигде не известен? Они его не знают нигде. И в Израиле его никто не знал. А почему? В законе было написано. Если такое случится, не уследили за дочерью, это означает, что мы ее убили. Наверное, берегли. И над бесстыдной дочерью поставь усиленный надзор, дабы она не посрамила и не сделала тебя посмешищем в народе. Вот и все. А здесь как? Придется платить. Позволительно. Матфея 27,6. Вот бывает иногда такая щепетильность у людей. Это пост. Нарушить нельзя среду. Нельзя. А жильем пожирает людей, судят. Клевещет, это можно. Христа предать можно. Позволительно. Сын Божий пришел на землю, позволительно распять его. А деньги бросили. Не позволительно положить это серебро в сокровищницу. Это ведь уже рассказа такого. Убил бандит человека, сумочку снял, на него сел, на мертвого, сало есть, вытащил сало. О, сегодня пятница. Сало нельзя есть. Вот позволительное. Надо еще рассмотреть, с какой стороны позволительное. Что ведет к этому позволительному? У нас непрерывный должен быть труд в душе, в размышления по заповеди Господне. Лука 14,3. Иисус спрашивал законников и парисеев о том, что было понятно любому, позволительно ли врачевать в субботу. Да какой вопрос? Ты задай сегодня медикам. Ну, а позволительно ли есть в субботу? Тушить пожар в субботу, или будем ждать понедельника? А этот вопрос, а так и стоял. И они не ответили. Он говорит, добро или зло? И они молчали. И он возрел с гневом, скорбя об ожесточении сердца их. Вот сейчас для некоторых вопрос об объединении, точно такой же, позволительно соединяться или не позволительно, необходимо, мы об этом молимся. Мы день и ночь должны жаждать единения церковного тела. Но не с гнильем, когда оно зараженное, рука отсеченная, и теперь давайте ему ее пришивать. Гангрена будет? Весь организм погибнет. А что нужно? Оживотворить. Оживить сначала. Если бы они просто впали в анабиоз, ничего не делали, был бы один вопрос. Рука замороженная из холодильника, расстаивает и пришивает. Ее в холоде стараются держать. Но если она была где-то на жаре, в грязи, так вот церковная-то структура разложилась, вступила в связь с безбожниками. Сатанинский режим ставил на епископские должности, давал клички, работниками, органам слежения были. Непозволительно сегодня соединять все в таком положении. Первое Коринфян 10.23. Павел снова повторяет в этом же послании, все мне позволительно, но не все, назидает. Вот откуда надо исходить. Назидает, притом назидает церковь. Что мы делаем, и всегда нужно с прицелом. Так родилась эта идея, слово сказал, а какая от этого польза будет? А вот если я сейчас промолчу, какой ущерб будет? То есть немножко вперед просчитать. Все позволительно, но не все назидает. А если назидает, позволительно. Назидает, укрепляет, делает здравым, влечет к небу. Никто не ищет своей пользы, но пользы другого, далее поясняет. Мы пользу ближнего должны узнавать, духовную, телесную. Это уже позволительно. В третьей книге Маковейской 1.11 читаем, когда один себе позволил приблизиться к Иерусалиму, его запустили, победители языческого, его запустили в храм. Закон гласил, нельзя его запускать в храм, язычникам. Ну, решили, ладно, чтобы меньше греха было, запустили в храм. А он говорит, а что там впереди, да, алтарь это у нас. А я хочу посмотреть, туда первосвященник раз в год ходит, но я хочу. Знаете что, мы зря вас в храм запустили, нас не позволили. Ну, раз это уже сделали, а почему бы дальше мне не пройти. Понимаете, вот коготок попал в пасть, и все птички увязаны. И он стал настаивать, а я желаю. Это была трагедия для Израиля. Девицы, которые лица не показывали на улице, невесты с распущенными волосами, метались по городу, весь город валялся в пыли. Господи, останови безумца. А он никаких, у него войска, теперь город-то открыли ему. Они ему говорят, не позволительно, а я хочу. Зачем запустили в алтарь, в алтаре священник? Зачем запустили командовать над ним старостом? Было раньше. Со старостой не поладил, он сейчас пишет разрыв отношений, все, священник вылетел оттуда. Это патриарх Алексей I подписал. Только два священника открыто восстали. Это Глеб Якунин. Николай Шлеман умер. Знаете теперь, что такое Глеб Якунин? Это герой нашего времени. Я не говорю, какое его сегодня религиозное положение. Он узник Христов был. Семь лет отбывал в якутских лагерях. А его помосят, как хотят. Самые малые, которых отцов, говорит, не поместил бы сапсами стад моих. Он 21 год ходил с метлой, дворником. Он сказал, не должно, не позволительно этого быть, чтобы уполномоченный по религиозным культом и КГБ руководил, оставил нам попов. Пусть они границы военной тайной охраняют. А попов мы сами поставим, кого надо. Это все забыто. Никто не знает. Мы даже сегодня день и ночь молимся за Глеба Якунина, чтобы Бог сохранил его. Один на всю страну сегодня остался из тех, кто написал патриарху, восстал. Он знал, на что идет. книга Тавит, вторая глава, тринадцатый стих. Он ослеп, Тавит, и услышал, блеет ягненок. Его жене, Анне, за работу дали привесок, дополнительную награду. Он говорит, а откуда ягненок? Да мне дали. Непозволительно краденое есть. Да он не краденый, мне дали. А я и говорю, нельзя так. Непозволительно краденое. С кем вы сходитесь, узнавайте, где работаете. Не законно, там, бухгалтерами, вы директорами где-то работаете или работали. Посмотрите, все незаконное в руках. Пусть оно немного будет, но совершенно законное. Ты, может быть, президент успел нахватать, теперь внуки в Англии учатся. Ты вор, по-прежнему. Ты народ ограбил. Непозволительно есть краденое. Оно поперек горло станет. Оно пусть будет малое, но свое. Мы считаем, почему? Не все человеку позволительно. Непозволительно церковную казну вложить здесь, если ты продал собаку. Так у меня породистые собаки, я продам большое и хочу, наконец, покончить с собаками и отдать все на церковь. Не можешь. Ты можешь найти нуждающегося, туда отдать можешь. А церковь не можешь принести. Закон Божий. И он не подается обсуждению. 1 Коринфянам 8.10 Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. То есть я могу есть, знаю, что и змею можно есть, а другой увидит. Какой же ты верующий, змею ест? Поэтому в рот не возьму. Я вижу, соблазняются над мясом, от мяса откажусь. Да вино нам разрешается. Но ты видишь, как люди уже запились и смотрят. А он пьет, а почему мне нельзя? Чтобы ни одной будто не было банки варенья забродившего. Но выли ее, но в рот не бери. Потому что другое видение этого себе позволит нечто большее. 3 Маковейская 6.22 Было сказано, вы злоупотребляете властью и жестокостью своею превзошли всех тиранов. То есть разрешается все издавать законно, но не позволительно это. Послание Иеремия 1.27 Жрецы жертвы продают и злоупотребляют. Это языческие жрецы, не наши. Что делается сегодня в церквах? Нет того способа добычи денег, на которые церковь не пошла бы. Участвуют в добыче алмазов, нефти, продаже водки, табачных изделий. Каждая папироса в стране, недавно еще, шестая папироса продавалась от имени Московской Патриарсии. Ни перед чем не останавливается. Большие пожертвования Аумси Амрикер, самая сатанинская септа, и с ними ходили. Это все опубликовано сегодня. Сераха 27.12 Я говорил, как позволительно и отпускать куда угодно ночь, но береги ее. Старозаконие 30 глава 19 стих. Господь предложил нам выбор, и мы должны правильно им воспользоваться. Иисус Новин 24.15 Бог предложил каждому человеку избрать идолов или служение Богу Иегове. И когда входили в обетованную землю, пропотники уже были зарыты, все умерли, и тогда Иисус Новин прочитал снова законы и говорит так, сейчас вы уходите, имейте полную свободу, повернуть в Египет, что угодно. Мы это людям говорим, когда они приходят в нашу общину. Ты избери, или ты добровольно исполняешь эти правила устав, строгость, все, что есть, или иди туда, где все разрешается. Поэтому, хотя и у нас свобода не отнимается, все позволительно, но не все полезно. Аминь.